Здравствуйте, пожалуйста! Банджурте! В своих произведениях русские писатели всегда опирались на исторический анализ настоящего и прошедшего, с точностью предсказывая будущее России. К большому сожалению, наша страна с момента своего образования всегда боролась с врагами, как внешними, так и внутренними. Наблюдение 12. А судьи кто? Эти замечательные слова принадлежат русскому писателю, дворянину, дипломату, композитору Александру Сергеевичу Грибоедову, который создал свою бессмертную комедию «Горе от ума». Прошло почти 200 лет с момента ее написания. Однако огромное количество фраз этого произведения стали крылатыми и востребованными сегодня. Счастливые часов не наблюдают, минуя нас тущи всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Шел в комнату, попал в другую. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Сочувствующий декабристом писатель был прекрасным русским государственным дипломатом. 11 февраля 1829 года, возглавляя дипломатическую миссию в Персии, Грибоедов был зверски убит фанатиками-исламистами вместе с 26 сотрудниками русского посольства. Тело несчастного писателя, дипломата. Три дня обезумевшая толпа таскала по Тегерану, изуродовав его до неузнаваемости. Позднее Персидский шах передал тело представителям России. И Грибоедов был захоронен в Грузии, на территории Российской империи. Персидский шах всячески извинялся перед Николаем Первым за этот политический инцидент. И преподнес в дар России крупный алмаз-шах и усыпанную бриллиантами табакерку. В настоящее время коллекцию даров Персидского шаха можно увидеть в вооруженной палате Алмазного фонда в Москве. Главной причиной разгрома русской миссии в Персиде был английский след. Начиная с 19 века и по настоящий момент Великобритания является злейшим и непримиримым врагом России. Китайцы подталкивают англичане и японцы. Англичане только что восстановили с нами отношения и предпочитают гадить из-под тяжка. Японцам позарез нужна китайско-восточная железная дорога. Это стратегическая магистраль, с помощью которой они начнут готовить плацтарм для нападения на Советский Союз. Герцин в книге «Былое и думы» ссылается на выступление премьер-министра Британии Генри Пальмерстона 1850 года в Палате общин. Как положение гражданина Древнего Рима обеспечивало привилегия, так и ныне Англия принадлежит господство в мире. Политика высокого уровня и вся объемлющая жажда наживы за счет разорения других государств стала основой ее мирового влияния. Николай Васильевич Гоголь в повести «Записки сумасшедшего» пишет Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает. Огромное влияние английская политика оказала на революционное движение в России и полное уничтожение Российской империи. Я лично убежден, что мы обязаны подробнейшим образом изучать творчество тех, кто стоял у истоков политического предательства русского мира. Ярким примером тому является пресловутый писатель-диссидент Александр Иванович Герцен. Его произведения «Было и думы», «С того берега», «Кто виноват» дают нам точное представление о внутреннем состоянии человека, называющего себя революционером, прогрессистом, патриотом, интеллигентом. При этом Герцен продал ради своего личного благополучия полторы тысячи душ крепостных крестьян родового имения, безжалостному жидовскому клану Ротшильдов. Позднее Чехов в письме Орлову писал «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр». Может, и поэтому западные страны сегодня, раболепствуя перед Англией, запрещают произведения Чехова, Пушкина, Чайковского. Но сквозь толщу столетий ободряюще для нас с тобой звучат слова Достоевского из произведения «Петербургская летопись». Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, которое, кажется, не так-то просто погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он может понять его. На сегодня все. И забудь поставить лайк, и обязательно подписывайся на наш канал «Русское перо». Ну-с, до свидания. Добрых мыслей, благих начинаний. Субтитры создавал DimaTorzok